добрый день на связи команда китара и мы продолжаем наш курс по работе с трекером сегодня мы рассмотрим добавление в трекер лендинга тип redirect и настройку перехода на оффер для такого типа лендинга что такое лендинг тип redirect это когда ваш ленд находится не в трекере архивом как локальный лендинг который мы рассматривали а когда он находится на вашем хосте такой тип лендов используется когда вы по какой-то причине не хотите или не можете добавить land tracker как локальный лендинг то есть он может не соответствовать требованиям к лендингом для загрузки в трекер либо это может быть многостраничник либо ваша схема по задумке настраивается таким образом что из трекера должен идти redirect на какой-то пост удаленный на котором и расположен ваш land естественно будет полезно в знать и понимать как настроить переход с лендинга на опер для такого типа ленда и сейчас я покажу как залогиниться на хост по ftp или с ftp если там есть ssh добавить туда сайт залить сделать из него лендинг в итоге в трекере и настраивать дальше переход на для того чтобы залогиниться на хост вам нужен файловый менеджер с помощью которого мы это сделаем это может быть любой файловый менеджер типа кибердак или файл зила я использую файл зила для windows название оставлю в описании вы сможете его скачать с официального сайта бесплатный менеджер и дальше продолжить по видео работу открываем наш файловый менеджер вот он открывается здесь слева вверху есть open the site manager кнопка и вот здесь у нас уже открывается окно для ввода данных по которым мы логинимся на хост эти данные естественно у вас уже должны быть после того как вы приобретете хосту провайдера либо в личном кабинете либо на почту зависит от провайдеров то есть вот эти данные у вас уже должны быть для того чтобы залогиниться нажимаем вот здесь new сайт и открывается окно вот здесь протокол не будем вдаваться сейчас в разницу протокола выбирайте либо ftp либо с ftp по одному из них вас точно пустит на хост далее хост вводите айпи адрес вашего хоста порт если вам нужно будет сюда вот что-то ввести то у вас в данных будет указан порт отдельно если ничего про порт не написано ничего сюда не вводите вот здесь encryption оставляйте либо вот этот по дефолту для ftp для с ftp это обычно юзеру то есть наш супер пользователь и пароль для этого юзера рут если логинитесь по ftp у вас будет отдельное имя пользователя то есть у вас в любом случае вы поймете что вводить юзер имя пользователя password пароль к этому пользователю до в ftp здесь вот тоже самое все добавляете данные жмете коннекты вы подключаетесь к этому хосту я захожу на свой вот здесь готова мы на хосте вот здесь переходим далее в директорию где лежат сайты обычно это холм админ и веб у естественно может быть другая конфигурация все зависит от каждого хвоста вот здесь далее мы видим список сайтов да и мы можем выбрать один из них давайте например вот этот 10 до домен cd10 переходим public html видим здесь у нас домен свободно ничего на нем не лежит и сюда мы можем загрузить наш сайт который впоследствии будет лендингом в трекере допустим мы уже загрузили лендинг из партнерки или это наш лендинг себе локально уже он у нас есть вот здесь да на рабочем столе вот он lp открываем и просто drag and drop а можно перетащить сюда все вот эти вот папки наши файлы ждем пока загрузится наш лендинг на хвост готова загрузился наш сайт на хвост теперь по домену можем проверить его доступность перейдем вот по адресу домена этого сайта и посмотрим что там готова загружается наш сайт но пока он еще никак вообще не связан с трекером и просто загрузили его на хвост далее нам нужно перейти в трекер и сделать лендинг из этого сайта давайте переходим в трекер лендинг создаем лендинг тип редирект по кнопке раздел лендинг естественно по кнопке создать вводим название выбираем локальным разобрались прошлом видео выбираем тип редирект htp редирект либо какой-то другой тип редиректа на выбор если вы не знаете какой тип редиректа выбрать ставите htp редирект это стандартный классический редирект 302 если вам нужен какой-то другой тип редиректа вы уже будете знать этот тип редиректов под определенные какие-то конкретные кейсы например ремонт редирект да это редирект который отправляет на удаленный сайт который вот здесь укажите и выполняется код который указан в коде этого сайта в общем если кому-то нужен другой тип редиректа он об этом будет сам уже знать какой ему тип редиректа выбрать в основном используется обычная теперь и директ вот здесь url естественно вы указываете адрес нашего домена нашего сайта до можем вставить и видите да мы вставляем просто вот так вот домен как есть и у нас появляется ошибка что мы должны всегда выбирать либо htps с либо intent это для android приложений поэтому мы ставим htps у нас есть ssl сертификат и у вас желательно все выписывайтесь с л сертификаты себе на все домены почему это я тоже рассказывал в предыдущем видео поэтому добавляем все пока сохраняем как есть жмем сохранить и далее нам естественно нужно создать компанию в которой будет происходить вся настройка переходим в раздел компании нажимаем создать и создаем поток котором будем делать нашу настройку с лендом и переходом на оффер. Переходим в схема, выбираем лендинги и офферы, как обычно уже делали, добавить лендинги. Готово, лендинг в потоке. И мы можем теперь добавить сюда оффер, на который будет происходить переход по кнопке с нашего ленда редирект. Добавляем офферы. Добавить. Готово. Применяем, создаем, сохраняем. И теперь нам нужно настроить только правильно переход с ленда на оффер. Это делается в коде лендинга. Нам нужно добавить точно так же небольшую часть кода, для того, чтобы настроить переход правильный внутри потока. Покажу немного, что имею в виду. Копируем ссылку компании, переходим по ней. И мы видим, что открывается сайт, наш ленд, который мы добавили в трекер. Сайт по адресу нашего хостена, который мы добавили его, но по ссылке компании трекера уже. И вот она, например, наша кнопка перехода, по которой мы хотели бы отправить нашего пользователя на оффер, который мы также добавили в потоке трекера. Она просто так не работает. Ничего не происходит. Хотя должно, потому что у нас вот здесь вот стоит оффер в потоке. И, собственно, наша цель доработать код этого лендинга таким образом, чтобы по нажатию вот этой вот кнопки происходил переход на оффер. Перейдем к редактированию самого кода нашего ленда. Он у нас находится на хосте. Открываем хост. Вот она, эта страница. Index.php. Открываем. И что нам нужно сделать? Нам нужно найти то, каким образом написана эта кнопка здесь. Это не тяжело. Мы можем просто посмотреть вот по этому тексту. Вот этот party, printy. Вводим его вот здесь через Ctrl-F. Party, print. И видим, вот она, наша кнопка с заглушкой стоит. Вот она, кнопка. Ничего по ней не происходит, потому что тут стоит заглушка. Тут не стоит переход на адрес оффера в потоке. Что нам нужно сделать? Нам нужно определенным образом редактировать эту кнопку и взять тот код, который нам позволит это сделать. Этот код берется в настройках лендинга в трекере. Вот он, мы переходим. Редактируем лендинг. И вот он, ссылка на оффер. Вот он этот код, который нам нужно добавить для того, чтобы вот тут написано, чтобы создать ссылку на оффер, используйте код. Вот он этот код. Берем его, копируем отсюда. Да, обратите внимание, вот здесь. JS, PHP или Coquient.php. Вот этот пока не рассматриваем. Это для одного из скриптов интеграции переход. JS или PHP. Какой мы берем? JS и PHP, оба эти варианта кодов будут работать в страницах с расширением PHP. Вот здесь у нас страница с расширением PHP. PHP будет работать только в страницах с расширением PHP. В страницах с расширением HTML не будет. Поэтому выбирайте соответствующий. Все, давайте возьмем, например, JS. Берем его, копируем. И возвращаемся к нашему коду, на нашу кнопку. Вот здесь. Вот здесь. Вот она, наша кнопка. И мы видим, что здесь стоит заглушка. Поэтому ничего не происходит. И давайте я вставлю код для того, чтобы мы могли сравнить. Вот этот код, который мы должны поставить для перехода правильного. Вот код, который у нас есть оригинальный. Что нам нужно сделать? Во-первых, не сломать верстку. Для этого нам нужно добавить недостающий атрибут, такой у нас есть класс. Ссылка, чтобы на классы была. И мы таким образом не поломаем верстку. То есть копируем вот этот атрибут класс вместе с кавычками. Сюда вырезаем, добавляем к тегу A в наш скрипт. И далее мы переходим к копированию текста кнопки. То есть вот здесь у нас в скрипте указан replace. Но по сути этот же replace и будет выводиться. То есть это любой текст, который вы укажете здесь. Поэтому мы копируем текст, который указан у нас на кнопке, который выводится на сайте. Заменяем наш replace. Копируем, вставляем. Сохраняем. Вот это можно удалить уже. То, что осталось от предыдущего варианта кнопки. Все, сохраняем. И готово. Сохраняем также на хосте изменения. Готово. Все обновилось. И давайте перейдем теперь заново по ссылке компании. И попробуем перейти с лэнда на оффер. Вот здесь копируем ссылку. Делаем переход. Снова открывается наш лэнд. И по кнопке мы делаем переход. И мы видим, что после того, как мы отредактировали правильным образом переход в коде с лэнда на оффер, то мы попадаем на тот адрес, который указан у нас как оффер. Это может быть адрес redirect, это может быть локальный оффер. Не важно. Главное правильно выполнить настройку внутри потока. По сути, на этом настройка наша закончена. И тему, которую мы обсуждали в этом видео, мы можем смело закрыть и перейти дальше. Дальше, в следующем видео, мы добавим в нашу компанию, в которой уже настроен переход с лэнда на оффер. Добавим поток отдельной защиты от ботов. Посмотрим, как это все работает и подготовим компанию уже к реальному запуску. Дальше также сможем посмотреть, как запустить компанию в источнике, как настроить постбеки и так далее, и так далее. Все пошагово. Поэтому спасибо за внимание. Переходим к следующему видео.